Я так понял, здесь в основном новые люди из Киева. Гораловаться руки, поднимите. Я ж вам говорю, добрый день. Уже лучше. Поднимите руки, пожалуйста, те приглашенные наши люди, которые впервые будут присутствовать на подобном мероприятии в компании. Новички, поднимите, а лучше встаньте, пожалуйста. Сложно, да, встаньте? Вот после лекции будете бегать. Аплодисменты нашим гостям. Гораловаться, как ваши впечатления после форума. А мастера после президентского приема? Ага, тут три мастера всего. Понятно. У нас сегодня необычный день, ребят. Я всегда думал о том, мечтал о том. Хотел бы прикоснуться к тому, что компания когда создает, и увидеть людей, создателей уникального продукта, который мы с вами используем, рекомендуем нашим друзьям. Вот с двумя я, с тремя я познакомился, которые являются создателями нашей продукции. Сегодня вот нам повезло, и тот уникальный продукт, тот уникальный продукт, который есть у нас в компании, и большое количество результатов. Скажите, кто получил результаты по пограничной воде? Руки поднимите, пожалуйста. Отлично. Но для того, чтобы у нас конструктивно все произошло, давайте сами договоримся. Вот есть такое устройство, мобильный телефон, доставайте все. И выключаем. Потому что энергетика мобильной связи будет мешать структурировать пограничную воду в голове. Это раз. И есть такое у нас, знаете, гости Украины, поднимите руки, гости Украины. Вот Украина у нас знает, что если у нас телефон на таком мероприятии зазвенел, я этот телефон забираю, звоню, ленину, иду в Канаду. Если вы не хотите, чтобы так произошло, пожалуйста, в беззвучный режим переведите телефоны, давайте уважать друг друга, чтобы мы никому не мешали. Я так думаю, уже все рассаживаемся, пожалуйста, потому что у нас времени отведено всего лишь 2 часа. Информация первичная будет звучать больше часа. И у вас наверняка будут возникнуть вопросы. А вопросов может быть очень много. Для того, чтобы мы время с вами рационально использовали, давайте прислушаемся к тому, что я говорил. Итак, я вас поздравляю, что вы присутствуете и сейчас будете напрямую общаться с человеком, который создал уникальный продукт. Но для того, чтобы полностью мы понимали, кто будет сейчас выступать, я на сцену приглашаю гостя с Москвы. Ирочка, серебряный мастер! Пожалуйста, спасибо. Встречайте! Ирина Чеховна! Она нам расскажет более подробнее о нашем госте. А вы записывайте. Когда вас будут задавать вопросы, кто это создал, чтобы у вас было полное представление об этом человеке. Итак, передаю образные правления. Добрый день, дорогие коралловцы! Меня хорошо слышно? Мне бы была честь представить перед вами выдающегося ученого нашего времени Сергея Евгеньевича Пасмова. Но я хочу несколько слов сказать о нем. Сергей Евгеньевич является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института. Коралловый клуб пришел два года назад со своим уникальным продуктом, который мы знаем как акваджи или пограничная вода. В то время он имел степень кандидата технических наук за исследование в гидродинамике подводных объектов. Но как настоящий ученый он не стоял на месте. И буквально в мае этого года он защитил докторскую диссертацию в Оксфордской образовательной сети. И теперь он имеет степень гранд-доктор философии в области медицины и биологии. Поздравляю вас! И это еще не все. Кто знаком с книгой Сергея Евгеньевича Паснова «Пограничная вода в живом организме»? Материалы этой книги были отправлены на конкурс ВНСКО. И Сергей Евгеньевич Паснов получил диплом. Стал лауреатом первой степени за свою разработку «Пограничная вода» в номинации «Здоровье человечества». Я думаю, об истории создания пограничной воды он может рассказать сам. Но для нас, как для сетевиков, его путь ученого является примером. Потому что изучение воды, пограничного слоя воды, это было его копией, это не было основной работой. Но какую надо было иметь веру, волю и умение не обращать внимания на скептику. Скажите, в нашем деле это тоже нужно иметь? Итак, я с удовольствием приглашаю на эту сцену грант доктора философии в области медицины и биологии Сергея Евгеньевича Паснова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые коллеги! Все овации потом. Приступим к делу. У нас не так много с вами времени. Мне задали вопросы, я на них сразу на некоторые отвечу. Не надо мне задавать по диагнозам, пожалуйста, вопросы, потому что мы с вами занимаемся здоровьем, восстановлением здоровья, реабилитацией, но не лечением. Диагнозы – это изобретение врачей. Но учтите, что прежде чем лечить, надо восстановить свои системы. И вот этому как раз будет посвящено мое выступление. Далее, в процессе я отвечу на те вопросы, на вторую часть вопросов, которые касались непосредственно пограничной воды, ее действия, эффектов и так далее. То есть, диагнозов у нас с вами нет, потому что мы коралловцы. Если у кого-то у ваших знакомых есть, то на пограничной воде и продукции кораллового клуба эти болезни уйдут. Но это немножко отдельный вопрос. И я на нем тоже остановлюсь в конце. Пожалуйста, первый слайд. Хорошо видно экран? У меня к вам огромная просьба. Коралловцы поражают меня своей энергией, заражают своим задором. И у меня к вам огромная просьба. Мне нужна, как ученому, как разработчику, обратная связь. Ваши чаяния, ваши вопросы, замечания, предложения. Поэтому не сочтите, пожалуйста, за труд. Напишите мой e-mail, запишите avodasobakamail.ru И, пожалуйста, ваши вопросы, ваши результаты, особенно результаты по применению, прошу присылать. Я отвечаю всем. И еще, сейчас разработаны новые инструкции по применению, рекомендации по ежедневному применению. И вот эти материалы по защите и диплому, о которых говорила Ирина Васильевна, я их тоже высылаю. Высылаю как инструмент для работы. Но это тоже, я немножко об этом скажу позднее. Теперь мой сайт avoda.info. Вот этот сайт является моим сайтом. Все остальные, это люди, которые хотят мне помочь, которые благодарны пограничной воде. На этот сайт вы можете отсылать врачей, ученых, кого угодно. Он чисто научный сайт. Там опубликованы, в том числе, и статьи в журналах различных, где изложены наши результаты и подходы. Пожалуйста, следующий слайд. Теперь методология. Об этом я вынужден всегда говорить. Значит, я очень хорошо отношусь к эзотерике, но в данном работе это не нужно применять. У нас только классическая наука. Если это физика, то только то, что измеряется приборами. Если это биология, то только общеизвестные методики. Если это медицина, то еще строже. Это только минздравовские методики, утвержденные минздравом. Следующий, пожалуйста. Ну, в настоящее время уже 11 институтов Академии наук и Академии медицинских наук работают или работали по изучению свойств пограничной воды. Это наша политика, принципиальная политика, потому что и так очень много нового. Нам нужны полностью достоверные результаты исследований, поэтому мы работаем только с академическими институтами. Пожалуйста, следующий слайд. Вот некоторые из них. Вы можете ознакомиться. Каждый институт – это головной институт по своему направлению. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, а вот теперь переходим вообще ко мне очень приятному моменту. Значит, пограничная вода – это… Я защищал ее, и тема звучала, как пограничная вода в живом организме. Это новое направление в медико-биологических исследованиях. К счастью для меня, к радости для меня, это уже становится все более и более признанным. И вот как бы завершающим аккордом – это моя защита в Оксфордской системе образования, докторской диссертации. Пожалуйста, если вы мне напишите, я этот слайд тоже вам вышлю. Пожалуйста, и следующий. А следующий – это диплом. Ну, диплом, ЮНЕСКО, зато вот те материалы, которые… На основании которых была написана вот эта вот книга. Моя книга «Пограничная вода в живом организме». Ее можно приобрести и заказать в Центральном офисе Московского кораллового клуба. Вот. Она получила очень неожиданную для меня оценку в двух номинациях. Это выживание человечества в экстремальных условиях жизнедеятельности. И что особенно радостно для меня – это здоровье человечества. Не лечение человечества, не устранение болезни человечества, а именно здоровье человечества. Поэтому, почему мне это вообще-то радостно? Потому что что только не приходилось слышать. И что это наукообразие, и что это ерунда, и что пограничная вода – это лженаука. Ну, я думаю, что и вам, наверное, кто использует ее в своей практике или предлагает людям, приходилось слышать нечто подобное. Теперь я должен сказать следующее. Если вы мне напишите, и я вышлю вам эти два материала, то у здравомыслящих людей на 90% отпадут все вопросы. И они просто спросят, а как применять и что она делает. То есть в научном мире она теперь признана, диплом. Мой диплом признается в 157 странах. И диплом ЮНЕСКО «Здоровье человечества» – это тоже очень серьезно. К регалиям можно относиться с иронией, можно серьезно, можно никак не относиться. Я прошу к этим регалиям относиться как к инструментам в работе. Именно вот для этого. Пожалуйста, следующее слово. Так, ну а теперь переходим непосредственно к работе. Вот мы видим товарища. Что мы можем о нем сказать? Сухой нос, горячий нос, тусклые глаза, нарушение кровообращения, энергии почти нет, потому что организм закислен. Что делает человек в этом случае? Ну, как правило, он ожидает синдрома хронической усталости, развитие болезни и так далее. Идет куда? К врачу. Пожалуйста, следующий слайд. Вот он пришел ко врачу. Врачи, что у нас, пожалуйста, следующий слайд. Встречают с распростертыми объятиями. А потом, пожалуйста, следующий слайд. А потом получается следующее, и очень интересно, официальные данные Международной организации здравоохранения. На первом месте это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте это онкологические заболевания. На третьем бронхолебочные, а вот на четвертое и пятое место делят травматизм и лекарственная интоксикация. Вы представляете, на четвертом и пятом месте стоят смертность от побочных эффектов лекарственных препаратов. И это при условии, что тут учитываются только те случаи, когда врач поставил правильный диагноз, выписал правильные лекарственные препараты, больной их правильно принимал, а в результате вот на четвертое и пятое место. Это сейчас серьезнейшая проблема фармакологии и здравоохранения вообще. Следующий, пожалуйста, слайд. Врачи, безусловно, борются. Хорошее слово, да? Живучесть пациентов. Но я думаю, многие из вас знают, как это происходит. Врач выписывает препарат, а потом выписывает следующий препарат, чтобы блокировать побочные действия предыдущего препарата. Это, конечно, ужасно. Но они вынуждены это делать. Не надо врачей поругать за это, обижать за это. Среди них, а поверьте мне, у меня огромное количество врачей, среди них есть очень умные, очень грамотные специалисты, которые опережают своих взглядов многих и многих людей, и ученых, но они зажаты в очень узкие рамки. Они каждый день, каждый час отвечают за наше здоровье. И они вынуждены работать в этих узких рамках. Поэтому я очень рад, что судьба меня свела с Коралловым клубом, которым не лечат болезни, а которым поддерживают здоровье и возвращают здоровье. Вот мы об этом и будем говорить. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, здесь понятно насчет лекарств. И нельзя не согласиться с этим товарищем. Пожалуйста, следующее. Так вот, что происходит. Если мы возьмем 100 человек с одним и тем же диагнозом, дадим им один и тот же препарат, эффект будет примерно следующий. У 60 он сработает, у 20 не сработает, а у 20 даст побочную реакцию. Почему это происходит? Потому что человеческий организм характеризуется двумя, тремя типами параметров. Первое, это биологический. Ну, например, уровень гемоглобина, количество лейкоцитов. Второй уровень, более низкий. Это химия, биохимия. Ну, в Коралловом клубе, это вам хорошо известно, в Коралловсе работают с PH, водородным показателем, и акцентно-восстановительным потенциалом. Но есть еще более низкий уровень. Это физические параметры. К сожалению, врачам, медикам не преподают физику, а физикам не преподают биологию и медицину. Поэтому стык в этом направлении этих наук весьма затруднителен. А что получается? А вот пример вам. Температура, это чисто физический параметр. Если в печени понизить на полградуса температуру, печень перестанет работать. Клетки будут все живые, будут функционировать, но печень перестанет выполнять свою функцию, как орган системы очищения и выделения. Поэтому, что получается? Вот перед вами шкала физических параметров. Здесь, идем отсюда, запрещены основные биохимические реакции в человеческом организме, но разрешены побочные. Здесь разрешены основные реакции, а здесь запрещены основные реакции и запрещены побочные. Все эти 100 человек, о которых я начал говорить, они Homo sapiens. Все они принимают один и тот же препарат, но к моменту приема препарата они даже пришлись с разной предысторией. Кто-то болел, кто-то нет, у кого были операции, у кого-то нет, кто-то нормально питался, кто-то испытывал затруднения в получении суточной нормы необходимых веществ. И поэтому вот эти вот границы параметров у них гуляют. Чем они характеризуются? Вот если кальций, магний, витамины попадают в эту зеленую зону, то они срабатывают. Они срабатывают так, как должны срабатывать, потому что реакции, в которых они участвуют, разрешены. Поэтому, попав сюда, лекарственные препараты срабатывают. Следующий слайд. А вот теперь лекарственный препарат пришел вот в эту зону. И он не сработал, потому что эти реакции запрещены. И если это касается, например, добавок, таких как витамины или кальций, всем известный, человек может объесться кальцием, объесться витаминами, их будет немерено в крови, но они не будут, не смогут участвовать в биохимических реакциях, в которых должны участвовать. Они, эти реакции запрещены. Следующий слайд, пожалуйста. А вот этот вот ужасный случай, когда, когда так смещены границы, что лекарственному препарату разрешены разветвленные побочные химические реакции. И некоторые из них могут быть очень печальны для организма, дают побочные эффекты. Вот это вот сейчас по-настоящему бич фармакологии. Так что делает пограничная вода? Меня часто спрашивают, что такое пограничная вода? Так вот, следующий слайд, пожалуйста. Она, придя в организм, она нормализует эту шкалу, эту зеленую зону на уровне 30-36 лет жизни человека. То есть в том возрасте, в котором максимум функциональных возможностей, то есть совершенно оптимальных. И что бы ни пришло, лекарства, а это была наша первая цель, когда мы разрабатывали пограничную моду, восстановить эффективность лекарств. Не их действия, увеличение их эффективности здесь нет, а именно эффективность, чтобы они срабатывали. Витамины, микро-макроэлементы, ненасыщенные жирные тислоты, все будет усвоено, и все пойдет на пользу. И это касается и окислительно-восстановительных реакций, в результате которых организм получает энергию. Следующий человек, пожалуйста. Приведу теперь пример. Это результаты обследования человека, которому 84 года. Есть такой человек и в Коралловом клубе, ему 85 лет, но у него точно такие же результаты. Значит, слева это то, что у него было до начала приема, справа это через месяц. Первый столбик, ну здесь не очень хорошо видно, первый столбик это адаптационные возможности. При норме 60, там меньше 5%. Дальше, это работа вегетативной системы, потом уровень окислительных реакций. У него все, в общем-то, в 5-6, а то и 10 раз меньше, чем нужно по норме. Да, у него не было патологии, специально был выбран такой человек, но организм просто угасал с возрастом, угасал. И что получилось теперь через месяц? У него параметры все вышли, не только в норму, они их превысили. То есть пограничная вода создала условия, обращаю ваше внимание, она не лечит, она не делает, она создает физические условия таковыми, что все, что должно происходить в организме, с точки зрения биохимических реакций, происходит. И в том числе, с точки зрения физических процессов, тоже происходит. Разблокируются нервные волокна, у головного мозга уходит гипоксия, он нормально начинает работать. Происходит согласованность подкорбковых центров по фазе, начинает работать центральная нервная система, главный законодательный орган, вегетативная нервная система, главный исполнительный орган, эндокринная система, уезжает на курорт, главный надзорный орган уезжает на курорт, начинает прекрасно работать сердце, сосудов уходит, спазма и так далее. Вот это все вплоть до органов и клеток. Следующий слайд. И это я сейчас вам покажу. Пожалуйста, вот он. Это функциональный запас, это стратегический запас. У этого человека стратегический запас был ноль вегетативной нервной системы, то есть организм истощен. Я обращаю ваше внимание, все фармпрепараты и биологические активные раппатки, они работают с вегетативной нервной системой. И помогают человеку, они черпают энергию из стратегического запаса. У него он ноль, энергии у него нет. Спазм сильнейший, спазм кровеносных сосудов. Через месяц, видите, уровень энергии, сосуды в прекрасном состоянии, зеленый свет горит. Это через месяц приема, когда человек просто уже готов был уйти из жизни. Следующий слайд. А это эндокринная система. Лечить эндокринную систему бесполезно, потому что это главный надзорный орган, который следит, как системы организма выполняют свои функции. То есть, это примерно следующее. На перекрестке стоит регулировщик движения, и независимо от сигнала светофора или каких-либо дорожных знаков, он указывает направление и время движения автомобиля. Точно так же и с эндокринной системой. Организм не может сопротивляться ее решениям, которые она осуществляет через гормоны, и он жестко выполняет ее условия. То есть, эндокринная система на себя берет управление, вот в таких экстремальных случаях, когда уже не справляются другие системы. Поэтому лечить эндокринную систему, но это просто бесполезно. Что получается? Видите, там сколько черных точек наверху. Эндокринная система у этого человека перешла в за критический режим, и по сути дела держала его, потому что ему от рождения была дана, она очень хорошая, и его, по сути дела, жизнь. Что стало? Чем выше палитра, тем лучше. Здесь, видите, появился самый верхний цвет, это белый. То есть, эндокринная система через месяц, по сути дела, перестала вообще что-либо контролировать, потому что системы организма заработали замечательно. Дальше, вот эти вот столбики. Там нет ни одного желтого, и нет ни одного зеленого. Зеленый – это нервные импульсы, которые, сигналы, которые идут от центральной нервной системы к вегетативной нервной системе, оттуда клеткам и органам, и потом с обратным отчетом об выполнении. Видите, ни одного сигнала не проходит без искажения, зеленого цвета нет. Ни одного не проходит сигнала с первого раза, хотя бы с частичным искажением, желтых нет. Все сигналы не проходят с первого раза. Это примерно следующее. Генерал командует, отдает приказы, а подчиненные не только его не слушают, они знать не хотят. Ну и как в таких условиях управлять жизнедеятельностью организма? Ну, практически невозможно. Что мы видим? Через месяц 84% сигналов по этой цепочке начали проходить с первого раза без искажения. Для современных условий организм заработал не просто как часы, а даже как хронометр. Далее. Вот это очень важный параметр. Это пирамидка энергетическая. Синим цветом обозначен уровень накопления энергии. Это уровень некислительных реакций. В красном это расход энергии. Видите? У человека практически нет энергии. Он не получает. Нет энергии, организм не может ничего делать. Через месяц 130-140 у него уровень. Это уровень, которым мы выводим спортсменов, которым бежать, ну допустим, там 800 или 1500 метров на Олимпиаде или на Чемпионате мира. То есть энергия в организме у этого человека стала неумеренно просто. А раз есть энергия, организм знает, как ей распорядиться, и он распоряжается. Поэтому его восстановление и регенерация шли просто потрясающе быстро. Ну и также вот уровень стратегического и функционального резерва. Следующий, пожалуйста. А это головной мозг. Видите сверху? Он вообще практически черный. Ретушь это гипоксия, чернота это интоксикация. Внизу нет ни гипоксии, ни интоксикации. Все голубенькое и зеленое. Следующий слайд. А вот это вот очень важный параметр. Слева вы видите вот здесь должен быть одуванчик. Там только лучики. Это согласованность биоритмов головного мозга по фазе. Это очень важный параметр. И видите, биоритмы головного мозга, которые, с помощью которых организм также управляет собой, как система, они в каком-то зачаточном состоянии. Единственное выраженный красный. Это дельта-ритм. Это ночной ритм. Был день, когда человек тестировался, но он, по сути дела, спал. И вы посмотрите снизу, как эти ритмы восстановились. По-настоящему восстановились, как совершенно у молодого человека. Следующий слайд. Вот здесь они приведены, видите? Более крупно. Следующий слайд. Так, а вот это вот иммунитет. У него иммунитет был совсем маленький, как в медицинской энциклопедии он рассчитывается. Здесь стал 100%. К чему я все это говорю? А к тому, что вот эти системы, они не подконтрольны организму. Человек не может их контролировать, состояние. И только понимает, что они отказали. Когда вот уже происходит, по сути дела, необратимое явление. И что мы видим? Если рассчитать, посмотреть возраст человека по состоянию этих систем, то человеку по паспорту было 84 года, на самом деле 89 лет. Через месяц ему стал 61 год. Это не чудо, это не уникальный случай, потому что я уже сказал, что есть несколько людей, которые больше паспортного, чем здесь в Коралловом клубе. И у них точно такие же результаты через несколько месяцев приема пограничной воды. А что это значит? А это значит, что у него все системы работают на уровне 60-летнего человека. И энергии есть, все-все-все. Также идут процессы регенерации. Что это говорит о том? Это говорит о том, я скажу чуть позже, в конце, о том, что у него остановилась работа программы старения. То есть он перестал, по сути дела, или резко затормозилось у него старение организма. Не произошло омоложение. Омолаживают пластические хирурги. Вот они, кузнечники своего дела. А у него пошло восстановление систем и их нормальная работа с точки зрения вот именно внутренней молодости организма. Молодости систем, молодости органов, молодости клеток. Вот что такое пограничная вода. А что она сделала? Она всего лишь взяла и восстановила параметры физические, в которых все вот эти реакции, обеспечивающие жизнь человека, стали разрешенными. Следующий, пожалуйста. Поэтому, меняя физические параметры воды в организме, в клетках, можно управлять происходящими внизми ахимическими процессами. Вот это было, пожалуйста. То есть, я обращаю ваше внимание, что можно, можно практически мгновенно восстановить уровень окислительных реакций. Это было до, слева, справа стало после. Что это значит? Это значит, что в коралловом клубе прекрасные продукты по клеточному питанию. Если их употреблять с пограничной водой, а это обязательные условия выздоровления, то тогда вы действительно по-настоящему изнутри станете молодыми. Пожалуйста, следующее следующее. Я, спасибо, я обычно в своих исследованиях не привожу ауры или еще что-то. Ну, у нас с вами дружеская беседа. Поэтому, чтобы для сравнения, потому что эти два рисунка очень наглядные, вот смотрите с точки зрения энергии, которую имеет человек. Это было до, ну, ужасная картина, да, слева. И справа после, весь светится. Вот так подрегистрируют аппаратуру. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, теперь вернемся к нашему товарищу. Вот он начал принимать пограничную воду. Что произошло? Пожалуйста, следующий слайд. У него появилась энергия. Почему? А потому что запустились процессы, которые, с помощью которых он вырабатывает. Он бодр и весел. Точно так же и здесь. Что чувствует человек, начиная принимать пограничную воду? Если он не сильно утомлен, если у него не огромная накопленная усталость, он почувствует, мгновенно почувствует прилив энергии. Мгновенно. Тут не надо никого убеждать. Третий, четвертый, пятый день человек почувствует улучшение своего самочувствия, улучшение своего состояния. Если человек много работал, мало отдыхал, плохо спал, то его поведет в сонливости. Ему будет очень хотеться спать. Это признак того, что накоплено колоссальное переутомление в организме. Следующий слайдер. Но, опять же, я вас призываю. Клеточное питание. Потому что пограничная вода обеспечивает все. Стройплощадку разровняли, вывезли мусор, привезли технику, привезли рабочих, привезли раствор, а кирпичиков, из которых строят здания, нет. Если нет, ничего и не будет происходить. Пограничная вода будет держать эти параметры. Однократное применение пограничной воды, если у человека не очень сильные проблемы, держит физические параметры в течение 30-40 часов. Но это будет топтание на месте. Если вы принимаете клеточное питание, то это будет примерно следующее. Вот человек, который не следит за своим здоровьем, не принимал клеточное питание, его выздоровление, восстановление его здоровья, примерно можно сравнить с следующим, что он сидит в яме, ему подали руку и его оттуда вытягивают. Человек, который следил за своим здоровьем, принимал биологически активные добавки, еще какие-то средства, но у него было недостаточно, он не соблюдал вот этот вот режим суточного поступления необходимых действующих веществ, то он примерно приезжает мимо них на велосипеде. И какое же было у меня удивление, когда коралловцы, а они стали мне писать о своих результатах, вот на фоне этих двух людей, стартуют как бы с авианосца, когда начинают принимать пограничную воду, да еще и с катапульты, 3 секунды и они в полете. Это было, мы привыкли к чудесам, которые дает пограничная вода, показывает пограничную воду, дает возможность человеку показать. Но это было для нас удивительно. Мы стали писать этим людям, что принимаете, присылался вот такой список. И мы начали сравнивать, кто что принимал. И оказалось, что все люди, которые через 3 секунды оказались в этом свободном полете, здоровой жизни, они все принимали клеточное питание, кирпичики здоровья. Но я не буду долго останавливаться на клеточном питании, вы все знаете, что это такое. Пожалуйста, следующий слайд. Так вот, для восстановления поврежденных органов, сохранения здоровья, чтобы клетки нормально получали питание, клеточное питание, и пограничная вода создаст условия, где оно будет усвоено и пойдет на пользу. Следующий слайд. Ну, клеточный питание очень коротко, обязательно аминокислоты должны быть, особенно незаменимые. Это противники. Следующий слайд. Это минерал. Обязательный прием. Следующий. Витамины. Обязательно. Следующий. Ферменты. Естественно, тоже. Следующий слайд. Это незаменимые жирные кислоты. Ну, это омега и цитин. Вы все знаете. Следующий слайд. Это клетчатка. Это просто необходимо. Клетчатку принимать необходимо. Следующий слайд. Питьевая вода. Ну, знаете, коралл майн. Следующий слайд. Химические параметры восстанавливаются. Следующий слайд. Ну, и вода. То есть, если вас спрашивают, что такое за пограничная вода, что за продукты, вы отвечаете. Она открывает ворота биохимическим реакциям. Разрешает их. И они запускаются в организме. А уж поверьте нашему опыту, а у нас уже больше 15 тысяч добровольцев обследованных на фоне приема пограничной воды. Организм знает, что делать. Поддержание здоровья – это его прямая жизненная обязанность. Если вы ему дали эту возможность, предоставили эту возможность, а пограничная вода разрешает, а клетчатка предоставляет кипичить и здоровье, то ваш организм расправит плечи, и он пойдет верным путем к выздоровлению. Следующий слайд. Так, и теперь что такое пограничная вода и почему она называется именно пограничная вода? Вот видите, вот это пограничный слой. Пограничный слой в жидкости, в воде, он существует всегда. Есть скорость движения объекта, нет скорости движения. Он в воде примерно 1 мм. Следующий слайд. Вот здесь вот в гидролотке покажет самолет, он облекается водой, а пограничный слой визуализируется тем, что с кромом сходит краска, сходит краска, и вы видите, что он ламинарный, без турбулентных вихрей. Следующий слайд. А вот на этом слайде микросъемка. Вот он пограничный слой. Вот поверхность, вот пограничный слой. Обращаю ваше внимание, что здесь и здесь одно и то же вещество по химическому составу. Одно и то же вещество, но они даже не перемешиваются между собой. А отличие в том, что они по химическому составу одинаковые, но по физическим параметрам они кардинально отличаются. И вот эти физические параметры диктуют то, что этот слой выглядит как подвижный гель и не перемешивается с той же гидростью, которая находится наверху. Следующий слайд. Если мы будем смотреть, что происходит с физическими параметрами при приближении к поверхности, то чем ближе к поверхности, начиная с 350 микронов, пожалуйста, запомните это, 350 микронов, они резко становятся нелинейными и сильно начинают отличаться от того, что было на удалении. Поверхность вот здесь. Следующий слайд. То, что меняются физические параметры, это легко посмотреть под микроскопом. Если взяли суспензию из наночастиц, то оказывается при приближении к поверхности, при приближении к поверхности, плотность этих частиц резко уменьшается, а начиная с 200 микрон их вообще нет. пограничный слой формируется так, что он эти частицы выталкивает. Следующий слайд. Так, вы перескочили. Не, не, не так, лучше сначала начать, вы это очень долго будете. Как же, получается. В общем, смотрите, что получается. Для чего все это дело я вам рассказываю. А в том, что один из выводов, которые тоже я защищал в диссертации, заключается в том, что мы все с вами ходячие кристаллы из воды. У нас нет с вами воды в свободном состоянии, которую мы пьем. А эта вода исключительно, да, что находится в пограничном слое. И это я вам покажу как. Этот пограничный слой, пожалуйста, следующий. Он формируется следующим образом. Красная поверхность и на ней растет слой пограничной воды. Следующий слайд. Если постоянно кристаллический желудок не сильно отличается друг от друга, то получается вот такой красивый кристалл. Если отличаются, то получается вот такой кристалл. Красивый, но не очень правильной формы. И следующий слайд. И для чего я это вам говорю. Я это вам говорю о том, что физические законы одинаково соблюдаются, что в живом мире, что не в живом. Физика это такая наука, которая работает с законом, которым безразлично, что перед ними, живой объект или неживой объект. И я вам тоже хочу сказать на этом шуточном слайде, то что мы имеем неживой объект, мы имеем живой объект, при очевидном различии у них есть сходство. Здесь пограничная вода вне, здесь пограничная вода внутри. И сейчас я это вам покажу. Следующий слайд. Возьмем кровеносную систему, где, как говорят, кровь течет. Посчитаем площадь следующих слайд, эритроцитов. Вот оказывается, что у среднего человека площадь эритроцитов ни много ни мало, 3,5 тысячи квадратных метров. 3,5 тысячи. Теперь возьмем плазму, а у среднего человека 3 литра плазмы, разольем равномерно эту площадь и получим слой меньше 1 микрона. А помните, я вам говорил, запомню цифру 350 микрон. Начиная с этого расстояния, физические приборы совершенно четко и достоверно начинают фиксировать изменения физических параметров. А здесь 1 микрон. Отсюда следует просто очевидный вывод. Даже в самом крупном кровеносном сосуде нет объемной воды. Она присутствует только в состоянии воды пограничного слоя, который окружает эритроциты, фагоциты, лимфоциты, стенки сосудов, бактерии и так далее. Вот это принципиальное отличие, скажем так, нас, живых существ, включая и человека, от неживых. И это объясняет, почему у нас физические параметры межклеточной жидкости, клеточной плазмы крови, они отличны от той воды, которую мы пьем. Потому что пограничным слоем физические параметры другие. Вот так оказалась бы очень далекая наука, называемая теорией пограничного слоя, далекая от биологии и медицины, объяснили отличия живого и неживого в отношении состояния воды внутри организма. Поясню на примере. Если мы с вами возьмем два букета цветов, один букет будет с корнями, другой без, поставим в вазу, то будем наблюдать следующий процесс. Где корни есть, цветы будут стоять и неделю, и две, месяц, а может быть и два месяца, если еще подкормку дать. Когда дается подкормка в ту вазу, где нет корней и цветов, они все равно очень быстро погибают. А почему это происходит? А потому что, когда растения всасывают воду через корни, там формируется пограничный слой, и вода становится внутри пограничной. Там, где нет у растения корней, они лишены этой возможности. И что получается? Обыкновенная, объемная вода со всеми другими физическими параметрами поднимается по капилляру, перемешивается с пограничной водой, разводит ее, меняя ее физические параметры. И, наконец, наступает момент, когда реакция фотосинтеза, за счет которой цветок получает энергию, запрещенной становится. Все. После этого цветок раз за час, за два погибнет. Вот, я надеюсь, сейчас понятно вам, и вы сможете объяснить вашим друзьям, тем людям, с которыми вы будете работать, что такое пограничная вода и ее важность в организме. Пожалуйста, следующий слайд. Аналогичный в клетках. Там совсем маленький размер между органоидами, обгонами, ядром порядка 6-8 микрон. И там тоже в клетках вода находится в состоянии воды пограничного слоя. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. А теперь, вот, я опираюсь вообще в своей работе на труды двух выдающихся ученых. Это Альберт Синь-Дьорни. Это великий ученый, который открыл витамин С. Что он говорил? Он говорил следующее. Это был далекий 1947 год. Что если бы в организме человека было достаточно свободных электронов, то тогда многие болезни были бы очень быстро излечимы, а многие вообще, в принципе, были бы невозможны. О чем он говорил? Пожалуйста, следующий слайд. Вот мы посмотрим количество электронов, которые могут участвовать в реакции у человека. Вот это в норме. Здесь и учитывается аэробное дыхание. Само электроны в клетках, чтобы заряд был ядроотрицательный. Ну и распространение нервных импульсов, потому что в ней это электрический ток, и там участвуют электроны. Наступила гипоксия, закисление, с которым вы в коралловом клубе борются с микрогидрином и, соответственно, коралловой водой. Видите, уменьшена. А наступил ацидоз еще меньше. И что бы вы ни делали, ну я имею в виду люди, которые имеют эти проблемы, реакция к окислению будут запрещены. И продукты не будут, по сути дела, усваиваться. Пришла пограничная вода, мгновенно восстановила. Это физический процесс. Процесс физический, он мгновенно восстановит количество электронов. Этих электронов. Институте общефизики им не прохор, а Академия наук предложили. После семинара, на котором я выступал, даже термин для них об обществленные электроны. Так вот, что получается. Этих обществленных электронов достаточно, все в порядке. Но их величина, их величина зависит от состояния воды. В те физические параметры, которые восстанавливает пограничная вода, они дают возможность этим обществленным электронам вступать в реакции, в необходимые реакции. Следующий слайд. А здесь вот обратите внимание, это клеточки, клеточки человека. И вот здесь видите, вот здесь вот ядро клетки танцует вальс, а вдруг весь клеточек стоит. В человеческом организме ядро клетки должно иметь отрицательный заряд. И вот если она частично и как-то утратила, клетка вроде бы живая, но функции свои не выполняет. Пограничная вода в этих клетчиках восстанавливает этот заряд. И клетки начинают работать. Поэтому вот и на таком уровне работает пограничная вода. Да, еще говорят. А ну, хорошо, это следующий. Следующий, пожалуйста. Пожалуйста, следующий. Так, ну это фотографии мне очень нравятся. Это институт наркологии Росдрага в России. Там работают очень суровые, но добрые люди. Там проводились испытания, как раз о чем я вам хочу рассказать. Пожалуйста, следующий слайд. Испытания заключались в следующем. Люди пили этанол, водку натощак, на голодный желудок без закуски. Причем в огромных количествах. То есть они становились очень пьяными. Этанол очень коварен. Что он делает? Он блокирует нервные импульсы. Распространение нервных импульсов. И человек теряет ориентацию, теряет память, может плохо ориентироваться и так далее. Это одно из его коварных действий. В частности, резко падает реакция человека на то или иное событие. В частности, если красный свет на кнопочку не давить, если зеленый, то надо нажать на эту кнопочку. Так вот, прием пограничной воды на фоне всего этого, он резко снижает негативные действия этанола на реакцию человека. Следующее. Но особенно нравится людям другой факт. Оперативная память. Что такое оперативная память? И как она проверяется? На экране монитора компьютера 9 геометрических фигур. Человек 15 секунд смотрит на них, а потом должен произвести по памяти. Тест, конечно, изуверский. Очень сложный. Я участвовал в этом эксперименте тоже сам. Значит, его отрезвым выполнить очень сложно. Пьяного выполнить на 100% невозможно. Очень сильно падает вот этот уровень оперативной памяти. Так вот, что шокировало этих ученых? А это головной институт наркологии в России. Они установили, что прием пограничной воды у пьяных людей не просто восстанавливает оперативную память, а это работа головного мозга. Он делает ее выше, чем она была в том эксперименте, когда люди были трезвыми. Они это получили, и они это нам написали в отчете, за что я им очень благодарен. Второе свойство пограничной воды, благодарю вас за аплодисменты. Второе свойство, то, что она восстанавливает проводимость нервных волокон. И что? Ну, давайте вопросы после доклада. Хорошо, я не слышу, что вы говорите. Так вот, что получается? Пограничная вода установила параметры в нужных пределах физически, запустила биохимические реакции. Дальше нужно этими биохимическими реакциями управлять. Нервные волокна разблокированы. Пожалуйста. Есть все возможности для того, чтобы этими реакциями управляться. Следующий слайд. А, ну вот, как раз на нем и показано. Видите, почему ни один сигнал не проходил, даже хотя бы с большим искажением с первого раза. А здесь сразу 84% через месяц стали проходить. Все, проводимость нервных волокон была разблокирована. Следующий слайд. Так, вот теперь. А теперь замечательные результаты на пограничной воде. Их мы не так часто говорим, но вам мы скажем. Это различные фобии и страхи у людей. Особенно у молодого поколения и особенно у девушек. Результаты замечательные. Две-три недели и страхов нет. Следующий. Фобий. То же самое нет. Следующий слайд. И после приема пограничной воды, ну, товарищ чувствует себя совершенно расколон. Следующий слайд. А вот теперь Эрвинг Бауэр. Это второй выдающийся ученый, на работы которого я опирался и опираюсь. Что он говорил? А он говорил следующее. Пожалуйста, следующий слайд. Он говорил следующее. Что вот если мы посмотрим диаграмму, как распределяется энергия, полученная за счет окислительных реакций в организме. Вот этот сегмент, это текущие расходы на нашу жизнедеятельность. Вот этот сегмент, это пополнение резервов. Красный сегмент, это адаптация к внешним и внутренним неблагоприятным условиям. А вот белый сегмент, это как раз та энергия, которая нужна для восстановления и поддержания этих физических параметров. И что происходит? У нас все более и более неблагоприятной становится наша среда для нашего обитания. Красный сегмент растет. Организм не может потратить энергию из голубого сегмента, потому что ему нужно найти на текущие расходы. Запасы истощены, он не может их взять оттуда. Откуда он берет? Он берет его из белого сегмента и уровни физических параметров становятся недовосстановлены. Он стал недовосстановленным, мгновенно у вас частично заблокировались импульсы, прохождение импульсов по нервным волокам. Упал уровень окислительных реакций, организм получил меньше энергии. Получил меньше энергии, меньше может потратить. И получается не просто замкнутый круг, а суживающийся спираль. Вот эта вот точка и является проблемной для жителей, когда нужно срочно вмешиваться в работу организма для поддержания здоровья. Потому что если эта спиралька будет закручиваться дальше, опять же, поверьте врачам, с которым мы работаем, больше 15 тысяч пациентов у нас, оттуда только 4 выхода. Первый – это все-таки оттуда выбраться. Второй – это инсульт. Третий – инфаркт. А четвертый – это онкология. То есть это серьезнейшая проблема сейчас. И понимаете, она сейчас все больше и больше охватывает людей. Потому что, ну, очень неблагоприятные наши условия обитания становятся для нас. Поэтому, чем раньше человек задумается о своем здоровье и начнет не просто думать об этом, а действовать, то он просто туда не попадет. Особенно на продуктах кораллового клуба и пограничной воде. Следующий слайд. Вот теперь вспомним нашего товарища. Он был в таком ужасном виде, но потом у него появилось здоровье, у него разблокировались нервные волокна, пришло хорошее настроение, ушли фобии, ушло пессимизм и различные депрессии. И что мы видим? Пожалуйста, следующий слайд. И его начала радовать и работа. Он относится к ней с удовольствием. Следующий слайд. Так вот, на основе разработанной технологии создан прототип препарата физического действия на организм, который в течение шести последних лет проходил исследования в ведущих институтах Академии наук и Академии медицинских наук на клеточных культурах, обезьян и добровольцев. Следующий, пожалуйста. Значит, доказано полное его безопасность, в том числе и на отдаленные последствия. Значит, прекрасное действие на организм, не лечение, а именно действие на организм. Мы говорим о восстановлении здоровья человека. И очень хорошее взаимодействие с лекарственными препаратами, ну и с продуктами Кораллового клуба. И вот здесь я должен остановиться на некоторых мифах, которые начинают циркулировать в Коралловом клубе. Ну, это из-за недостатка информации. Значит, пограничная вода не может, в принципе, вызвать осложнение. Это миф номер один, что она вызывает осложнение. Она не может этого сделать, потому что там нет вещества, там нет химического начала, которое должно эту реакцию запустить, которое приводит к осложнению. Это для вас это счастье, для нас это проблема. Потому что мы не можем зарегистрировать нашу пограничную воду, как говорят фармакологи, как лекарственное средство. Потому что мы обязаны для этого прописать ее фармакологическое действие. То есть те реакции, которые она запускает. А она не запускает реакции. Она всего лишь нормализует границы вот этого зеленого коридора, в которых биохимические реакции разрешены. Вот и все. Вот ее действие. Следующий, пожалуйста. Так. Ну и теперь перейдем к тому, собственно, о чем я уже говорил. О тех потрясающих фактах, как действует пограничная вода на коралловцах. Или как коралловцы отзываются. Да. Значит, все, что происходит в организме на фоне пограничной воды, это работа самого организма. Пожалуйста, запомните это. Это работа. Мимолетные боли, которые появляются. Еще что-то. Еще, еще, еще. Это работа организма. Ну, да. Давай только на этом немножко еще остановимся. У человека сломался телевизор. По экрану полосы. Он не специалист. Он не знает. Он видит, что есть поломка. Он видит ее симптомы. Полосы. Он не знает, что делать, что приобретет. Аналогично центральная нервная система. Она видит патологию. Она видит, что это не острая патология. Телевизор не загорелся, а просто полосы там пошли. Поэтому что она делает? У нее нет энергии. Она не может с этим справиться. Она берет и загрубляет сигнал оттуда, чтобы не видеть это и не слышать. И все. И оставляет это в покое. Это не значит, что болезнь ушла, просто хроническая форма миновала, и болезнь перешла в хроническую стадию. Что делает человек? Вызывает мастер. Приходит мастер. Что он делает? Включает телевизор. Он не знает еще о поломке, но он видит их все симптомы, проявления. Точно так же пришла пограничная вода, разблокировал нервные волокна. Центральная нервная система не может их назад заблокировать. Она не может сопротивляться этому физическому процессу. Что она видит? Она видит хронический процесс. Как ей хронический процесс сигнализирует? Ну, как правило, если это орган, то это всегда боль в той или иной степени. Вот и все. А вот дальше происходят, по сути дела, чудеса. Потому что пограничная вода обеспечивает вот эти биохимические реакции жизнедеятельности и восстановление, регенерация организма. А продукты кораллового клуба, в частности, клеточное питание, это строительный материал. И организм начинает нормально выполнять свои функции. Поэтому огромное количество случаев всевозможных. И 15-летний, и 20-летний гайморин, и 25-летняя трофическая язва, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы с вами говорим о здоровье. Но на фоне пограничной воды уходят застарелые хронические заболевания. Но это область врачей. Вот за это они благодарны пограничной воде. Они могут у людей убрать вот эти застарелые болезни. Так, так теперь. Значит, 4 шага здоровья. Замечательная программа кораллового клуба по поддержанию здоровья. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Напоить организм. Что говорится о коралловом клубе? Пейте 2 литра воды, можно 3 литра воды, можно 5 литров воды, но никак не 200 грамм. И для этого есть замечательный продукт Коралл Майн. Ну и микрогидрин. Но что происходит? Происходит следующим образом. Вот, посмотрите. Это в кавычках, конечно, я буду говорить, испорченная вода в организме. Но она имеет другие физические параметры. Пришла, ну пришли полтора литра Коралл Майн. Коралл Майн действует на замещение. То есть, в желудке эта вода впиталась. И то кровь ее куда-то донесла, а куда-то не донесла. Ну на 60 литров воды, которые есть у среднего человека, них не хватит, чтобы полтора литра. Но все равно облегчение. Параметры воды улучшились. Энергии выработалось больше. Следующий прием. Еще, еще. И вот степ, степ, потихонечку, потихонечку, потихонечку человек восстанавливается. Что происходит в случае приема пограничной воды? Есть все равно 20 литров воды в человеке, или это 100 килограммовый спортсмен с 80 литрами воды. Эти 0,3-0,5 миллилитра, они запускают физический процесс. Идет волна по организму, по перестройке ее структуры и соответственно физических свойств. Это примерно то же самое. Не важно, какого объема двигатель, ну камера внутреннего сгорания. 5 кубиков или 500. Нужна всего лишь маленькая искорка, чтобы поджечь, воспламенить вот эту смесь и запустить процесс. Точно так же есть у этой пограничной воды. Это классические уравнения математической физики, метод диполия. Я не буду на них останавливаться, кто хочет, может прочитать в моих статьях об этом. Так вот, она прошла и свои восстановились все физические. Теперь представьте, пришла корма Майн, ей ничего не надо в этом направлении делать, в обратную сторону физики. Она прекрасно срабатывает в сторону химии, восстанавливая ПАШ, снимая закисление. Все, в организме физические параметры стоят, ему туда не надо обращаться. Он начал уже работать с химическими параметрами. Пришел микрогидрин, еще лучше. И он уже, глядишь, может работать на следующий день уже с биологическими параметрами. Вот это напоить организм. То есть, пограничная вода, ну здесь я рассказываю анекдот. Знакомый, наверное, всем вам анекдот, но мне очень нравится, разрешите, я вам расскажу. Затя сбогател. Тот говорит, пошел в рощу, нарвал бананов, пришел на рынок, продал их, купил корзину. На следующий день продал корзину, купил тележку, а сын ему говорит, на следующий день продал тележку бананов и купил машину. Он говорит, нет, я бы этого до сих пор бы возил эту тележку с бананами, если бы не получил наследство. Так вот, пограничная вода – это наследство. Кому-то свалившаяся на голову неожиданно, а некоторые к ним идут всю жизнь. Так вот, но в этом анекдоте есть продолжение. И отец сказал, и я правильно им распорядился. Так вот, продукция кораллового клуба позволяет правильно распорядиться пограничной водой, ее свойствами. Следующий, пожалуйста. Следующий. Так вот, акваджин стали все кристаллами, и коралловая вода, и микрогидрин. Это происходит буквально за считанные дни. Водная матра изменяет свои свойства, и все. И напоить организм не нужно ни месяц, ни неделю, это считанные дни. Следующий слайд. Очистите организм, пожалуйста. Следующий слайд. Пограничная вода восстанавливает систему выделения. Система выделения – это не только печень и почки. Это, прежде всего, лимфа, это плазма крови, межклеточная жидкости. Без их восстановления невозможно, невозможно вообще, и вообще крайне опасно проводить какие-либо очистительные процедуры. Следующий слайд. А, вот вы уже сделали, да? Ну, я не мог не отказать себе удовольствия, в смысле, отказать себе удовольствие, не сфотографироваться с этим прекрасным животным. Это кошечка, ей уже 14 лет, что сама по себе уже характеризует животное. У нее произошел следующий случай. Ее хозяйка позвонила мне и сказала, ну, Сергей Евгеньевич, кошка уже там третий или четвертый день не ест, не пьет, не улезает из-под одеяла. Что делать? Можно ли давать пограничную воду? Ну, странный вопрос, конечно, она, естественно, ожидала от меня, что можно. Она хотела спросить, как. Я ей сказал, ну, знаете, вы же медицинский работник, но вы сходите к ветеринару, установите диагноз. Она тут же забрала крошечку, поехала в ветклинику. Диагноз был очень неутешительный, почечная недостаточность. Причем точка возврата была пройдена. Ветеринары сказали, вы знаете, мы не сможем вам помочь, помочь вашему животному, потому что процесс зашел в такую стадию, что это уже бесполезно. Если хотите, можете оставить животное, мы усыпим его. Она сказала, нет, спасибо, какие вы что. А я ей сказал, что что они скажут, обязательно все выполнять. Они ей прописали лекарство, она забрала животное, забрала результаты анализов. И вот за что я ей благодарен, как ученый, за то, что она поехала в другую ветклинику и то же самое там попросила сделать. Диагноз был такой же неутешительный. И самое интересное, что и препараты оказались примерно такими, что ей были выписаны. Так вот, я ей рассказал все, как нужно делать. Через неделю она приехала в одну из этих ветклиник. Где были там очень удивлены. Как, животное еще не погибло? Ну, хорошо, сделаем она. А, а это почечная недостаточность уже была настолько мощная, что печенка от печени стала отказываться. Печеночные показатели тоже были крайне далеки от нормы. Они смотрят, говорят, ну, ничего не можем понять. Животное давно уже должно было погибнуть. Но у него полностью восстановилась печень. Да, почечные показатели еще не в норме, но динамика колоссальная. Когда она приехала к ним через, еще через неделю, и они сделали анализ, там все было в норме. И вот здесь я стал очень уважать ветеринаров. Они сказали крылатую фразу. Животное должно было погибнуть. Мы, видимо, ошиблись в диагнозе. Но мы не могли ошибиться, потому что вот результаты анализа. Вот это действие пограничной воды. То есть, никогда такого случая не могло бы произойти с человеком, потому что врачи просто бы не допустили его. И здесь животное уходило из жизни, тем не менее, пограничная вода его помогла оттуда выбраться. Таких случаев огромное количество. И вот еще один. Пожалуйста, следующее. Это Басик. Замечательная собака. Но билирубин у нее был тысячу. То есть, это настолько огромное количество, говорящие о том, что плохо очень работают органы, что она должна была там, вот на часе погибнуть. Стали давать пограничную воду. Через сутки билирубин стал 400, а потом нормализовался. То есть, это действие на вообще кровеносную систему. Вообще, мы сейчас готовим, с двумя институтами готовим два патента по восстановлению формул и реологии крови. Мне очень приятно работать с Караловскими врачами, потому что они вооружены темнопольной микроскопией. Там все видно. Они мне постоянно звонят, говорят этому. Для них это пока еще удивительные вещи, что делает пограничная вода с кровью. Для нас этого нет ничего удивительного. Но смотрите, это третий фактор работы пограничной воды. Биофемические реакции идут, энергия немерена, управление организмом налажено и кровеносная система заработала на полную мощь. Следующий слайд. Так вот, пограничная вода восстанавливает еще и проницаемость мембран клетки. Идет немеренное количество токсинов. Клетки выдавливают из себя токсины, накопленные за жизнь. И важно, чтобы из межклеточной жидкости, а не из лимфа, они были удалены. Поэтому нужно восстановить выводящую систему. Следующий слайд. Ну и вот еще должен вам похвалиться. Пограничная вода снимает токсичность плазмы крови. Нет ни одного препарата, который это делает. Гемодиализ. Чистит кровь, но не снимает токсичность. Я об этом говорю на всех международных, в том числе и конгрессах, и конференциях. И ни разу, а мы участвуем в 16 таких за 7 лет, ни разу к нам никто не подошел и сказал, вы знаете, а есть еще один такой препарат, который снимает токсичность плазмы крови. Что это такое? Пожалуйста, следующий слайд. А это следующее. Эти институты были проведены в институте вирусологии, Академии наук, Академии медицинских наук. Если кровь токсична, если сыворотка в ней токсична, то клеточки не могут расти, а даже гибнуть. То есть никаких вообще возможностей для регенерации и восстановления. Следующий слайд. А многократное применение делало эти сыворотки, полученные из плазмы крови, нетоксичные. То есть, когда мы получили эти данные от врачей, стало нам понятно, почему после очень серьезных хирургических операций или болезней, где нужно долгое восстановление и регенерация, извините, на людях, в том числе и на пожилых, все заживало, как на собаках. С фантастической скоростью. Может, извините за такое сравнение. Потому что были разрешены, с точки зрения вот токсичности, нетоксичности плазмы крови, процессы регенерации. А вы поймите, есть когда у человека наркоз, да и он часов 7, пока ему делается операция, декапельница со всевозможными лекарствами, или химией, или лучевая терапия со своими попущенными эффектами, что в крови творится, но врачи это знают. И вдруг кровь становится нормальной и позволяет нормально клеткам развиваться. Следующий слайд. Так вот, очистить организм, пожалуйста. Аква-джи, все стало нормально, и очистительные, и антипаразитарные программы. Значит, я должен сказать, что в Коралловом клубе существуют и очень хорошие, и здесь я должен вас просто попросить. Значит, если вы используете коловаду, то помните, что коловада – это серьезнейшая процедура и требует к себе самого серьезного отношения. Это не игрушка. Безусловно, она вызывает в организме стресс, безусловно, она вызывает в организме повреждения, потому что она делает серьезные вещи в организме. Поэтому до начала коловады, а это вот второй миф, который говорит, что пограничную воду надо принимать только после прохождения коловады, очистительных процедур, ничего подобного. Вот вы восстановите все, о чем я вам говорил. Это может потребоваться месяц, два, три, но не более. После этого можете проводить коловаду. Поверьте, эффект от нее произойдет все ваши ожидания. То есть она выполнит все, что должно выполнить, что закладывал в нее разработчик. На фоне коловады не надо применять пограничную воду. Не нужно подстегивать организм. После нее вы будете принимать пограничную воду, снимется стресс, и те повреждения, которые были нанесены в организм, различные повреждения на клеточном уровне, еще, еще, они очень быстро уйдут, организм восстановится, ну и действительно процедура будет проведена по самому большему разряду. Что касается антипаразитарных программ, ну, в том числе, например, прием коры муравьиного дерева, то здесь еще проще. Вы точно так же сначала принимаете пограничную воду какое-то время, а потом начинаете выполнять эти процедуры, ну, в частности, принимать эти капсулы. У меня только просьба принимать их через час, не раньше, чем через час, после приема пограничной воды. И вообще, все БАДы, где есть действующие вещества, или лекарства, надо принимать не раньше, чем через час после приема пограничной воды. Для нее вирус роднее, чем химически синтезированное вещество, или яд, которыми вы гоняете паразитов. Вы должны отдавать себе отчет. Просто так паразита не выгнать. Это сильнодействующие вещества. Вот и все. И будет прекрасный результат. Вы окончили применять эти процедуры. Продолжайте применять пограничную воду. Все восстановится. И очень быстро. Следующий слайд. Нам кормить организм. Пожалуйста, слайд. Помните, я вам говорил? Вот об этом. Вот, это самый правый слайд. Нет возможности в организме запрещены окислительные реакции. Так что бы вы не ели, что бы вы не ели, результат будет плачевный. На фоне пограничной воды они сразу становятся разрешенными, и вы накормите свой организм сразу и очень быстро. То есть опять это пройдет за считанные дни. Знаете, самое главное дать ему это клеточное питание. А вот клеточное питание вы можете применять до пограничной воды. Вместе с ней, после нее, неважно. Это питание. Следующий слайд. Так, так вот, накормите организм. Акваджи восстановили уровень окислительных реакций. Пожалуйста, следующее. И клеточное питание. Клеточное питание. Это изюминка кораллового клуба. И я так вот размышляя об этом, я понял, что, видимо, так уже решено сверху, что пограничная вода и клеточное питание не могли не встретиться, потому что они созданы друг для друга. Следующий слайд. Защитить организм, пожалуйста. Акваджи продукция кораллового клуба. Опять же, если это добавки с действующими веществами, через час их надо применять после пограничной воды. Но здесь пограничная вода колоссальные возможности оказались. Так вот, ну, это по эндокринной системе. Я просто вам напоминаю. Эндокринная система до приема пограничной воды и после. То есть у вас вообще нормализация работы эндокринной системы говорит о том, что у вас все в порядке. Следующий слайд. Так вот, пожалуйста, следующий слайд. Это просто на некоторые заболевания мы проводили исследование, как по мездравовской методике действует пограничная вода. По каждой выборке было от 50 до 100 человек. Смотрелось их действие. И вы видите, препаратами сравнения были циклоферон и эдогастин. И пограничная вода, ведь это обычная вода. Если взять в этот эксперимент воду, с которой мы ее делаем, там будут ноль, где желтые цифры стоят. А пограничная вода будет очень прилично на фоне лекарственных препаратов. Следующий слайд. Так вот, раскрыт механизм. Я не буду на нем останавливаться. Он изложен в книге, он изложен в моих состях. Изложен механизм, вернее изучен механизм, открытый механизм. Почему на фоне пограничной воды клеточный иммунитет восстанавливается, опять же, с удивительной скоростью. Приведу пример. У меня на каждой случае есть пример, и не один. Женщины 76 лет, неоперабельная 4 стадия онкологии. Гамма-интерферон, а он характеризует, один из параметров, который характеризует клеточный иммунитет, 2 единицы при норме 16. Ну, это ноль. Через месяц приема пограничной воды стали те же самые 16 единиц на фоне этого тяжелейшего заболевания. Вот так пограничная вода работает с клеточным иммунитетом. Механизм раскрыт, раскрыт медиками, и мы опубликовали это в очень серьезных медицинских журналах. Следующий слайд. А вот теперь очень интересный факт. Значит, пограничная вода. Пограничная вода – это регулятор, как показали в селе исследовании. То есть, если все хорошо, ничего не происходит. Ни с животным, ни с человеком, ни с бактерией, ни с клеткой, ни с чем. А вот если, ну, если бактерия – это хорошее. Так была подобрана технология ее получения. Это колоссальная работа физиологов, целая коллектива физиологов, и я им за это крайне просто не то, что признателен, я им благодарен безмерно. Был с их помощью сделан препарат-регулятор. Не ингибитор, который что-то все унитает, не стимулятор, который стимулирует, а именно регулятор. Это принципиальное отличие, потому что я приведу пример самого известного, например, стимулятора женщины. Но применение его, если человек здоров, он будет жить с ним сто лет, если у него предпосылки к онкологии, женщина стимулирует и нормальные клетки, и онкоклетки. Здесь регулятор. Но чем хуже состояние в организме, тем сильнее эффекты пограничной воды, и тем быстрее все это проходит. Так вот, это клетки, и все это вирусологии. Нормальные клетки, добавление пограничной воды, там ничего не увеличило. Ни скорости хроста, ни скорости деления, и так далее. А есть интересный очень момент, опубликованный во многочисленных уже медицинских журналах. Вот если это уровень физических параметров воды, которую мы пьем, вот здесь уровень физических параметров воды в нормальных клетках, то где-то посередине лежат физические параметры в онкоклетках. То есть онкоклетки по физическим параметрам воды кардинально отличаются от физических параметров воды в нормальных клетках. не может получать энергию. Оно и получилось. Следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Нет, вы проскочили. Вот, еще раз нажмите, пожалуйста. Вот, оставьте, пожалуйста. Так вот, из шести линии онкоклеток три деградировали на втором пассаже, на втором пересевании. Бессмертная онкоклетка, которая может делиться бесчисленное количество раз, она перестала делиться из-за того, что у нее не было энергии на жизнь и погибла. У трех других монослой на 48 часов позже. Хуже росли, хуже делились и так далее. То есть мы с вами имеем и видим результат о том, что мы действительно работаем с физическими параметрами жидкости внутри живого организма и как они важны для его жизни. Поэтому, ну, когда эти данные были опубликованы, нас попросили не проводить прямые исследования по онкологии. Мы люди серьезные, мы это дело не ведаем, но врачи используют, используют наши средства вместе с препаратами. А здесь я вам говорю, онкология очень серьезные заболевания и не надо искать приключений, не надо заниматься самолечением сразу ко врачу. Используется она и на фоне приема препаратов, которые используются в этой отрасли медицины и после также химиотерапии и лучевой терапии для восстановления. Мы говорим с вами о здоровье, поэтому выздоровление людей, которые получили сеансы лучевой терапии и химиотерапии восстанавливается, ну, просто с фантастической скоростью. Следующая. Так вот, а теперь антивирусная активность. Нам было тоже интересно. Ведь вирус, когда проникает в клетку, он там меняет пограничный слой, потому что имеет свою поверхность. И что происходит, если мы возьмем и этот пограничный слой на вирусе тоже сменил. Оказалось здорово. Оказалось, вирус, он живой, он не разрушен, но он утратил способность проникать в клетку и ее заражать, то есть встраиваться в ДНК клетки. Это проверено на колоссальном количестве уже вирусов. Вирусов гриппа, вирусов герпеса, вирусов циафомиокардита, мешает смертельный вирус. Еще на ряде вирусов, в том числе свиного гриппа, свиного гриппа пандемического, свиного гриппа калифорнийский штаб и на онковирусе СВ-40, но о нем чуть позже. Поэтому я не буду останавливаться, я думаю, вы можете обзнакомиться с этим. Эффективность при вирусной инфекции колоссальная. То есть, если человек почувствовал, что он заболевает и у него вирусная инфекция, она характеризуется тем, что температура летит вверх, где-то там за 38-39, то, однако, даже однократный прием пограничной воды в определенной дозе, и он, как новая, нет. Опять же, проверено на колоссальном, можно ставить там, следующее, точно, следующее. Да, увеличенный, очень хороший результат по вирусу герпеса, в том числе и в коралловом клубе. Так, а теперь я просто на этом стадии хочу остановиться. Есть такие маленькие белки, цитокины, которые характеризуют гречный мультик. Все мы знаем, все болели гриппом в свое время, о том, как ломают мышцы. Да, помните? Привет. Так вот, эта мышечная ткань взята здесь. Вот этот набор цитокинов, самый левый столбик. Пришел вирус гриппа, и он их все инактивировал. То есть, он что делает? У него действия очень коварные. Он снимает клеточный иммунитет вообще. И пока эти цитокинчики вновь не синтезируются, ни о каком выздоровлении речи не может быть. Принимает человек лекарство? Не принимает. Знаете? Поэтому, если не лечиться, выздоравливаешь за 14 дней, лечиться за 2 недели. Вот это коварство вирусной инфекции, которая вызывается вирусом гриппа. Так вот, пограничная вода, правый столбик, она позволяет сохранить вовремя, если будет введена все 7 цитокинов мышечной ткани. И вот этим и объясняется этот потрясающий эффект при вирусной инфекции. Человек на утро как новым. Следующий слайд. Аналогично и с гуморальным иммунитетом. Что такое гуморальный иммунитет? Это одна из еще ветвей борьбы с неприятными факторами, в частности с болезнью. Организм начинает вырабатывать антитела, причем он вырабатывает их хитро. Примерно на середине болезни количество вырабатываемых тел прекращает увеличиться, и выздоровление должно выздороветь человек. То есть, их не должно быть. Если антитела обнаруживаются, процесс прошел в одну или ту стадию хронизации. Значит, институт эпидемиологии и биологии нам дал заключение. Пограничная вода регулирует как клетчатый, так и гуморальный иммунитет. И здесь мы получили объяснение о том, что я вам говорил насчет 15-летних, 20-летних хронических заболеваний. Вот это причина того, что уходит застарелие хронические заболевания. В частности, ну говорят, что нельзя лечить аллергию, да? А мы же звали в коралловом клубе ее лечить и не будем. Мы будем просто человека от аллергии освобождать, восстанавливая его здоровье. Тоже большое количество случаев. Что такое аллергия? Это конфликт. Антитела, антиген. Антитела, антитела это почему-то после чего-то, какого-то действия на организм, эти тела остались, антитела в крови. А антиген, пожалуйста, это пыльца, растения или еще что-нибудь. И когда они вступают в конфликт, получается аллергия. Так как пограничная вода убирает эти антитела, она позволяет организму избавиться от этого хронического заболевания, от этой хронической стадии заболевания, и их не обнаруживается в крови, поэтому уходит аллергия. Расскажу смешной факт. Значит, к одному из врачей, который использует в своей практике наши препараты, ну, наше средство пограничную воду, обратился топ-менеджер из Франции, который приехал в Газпром. В Москве все цвело, у него все лилось, поэтому ему было тяжело, конечно, в Москве. И она его восстановила за две недели. Продукция кораллового клуба и пограничная вода. Продукция кораллового клуба – это клеточное питание. Он был настолько рад и настолько потрясен, что ее вместе с семьей на месяц пригласил в Париж, оплатив все. И она приехала и говорит, Сергей Евгеньевич, он всем своим французам знакомым рассказывает, русские лечат аллергию с помощью воды и витаминов. А вот о чем я вам говорю. Институт наркологии, количество этанола выдыхаемых в воздухе. Вот здесь видите, точка, здесь была видена пограничная вода, и видите, как клювы разошлись сразу. Следующий слайд. А это уже, значит, дополнительные исследования. Когда об этом узнали в институте эпидемиологии и микробиологии, они решили провести, а что же будет с алкоголиками на фоне приема пограничной воды. Для этого были взяты крысы. У крыс все, как у людей. Синдром похмелья, алкоголизм, тяга к алкоголю и так далее. Ну, все, как у людей, совершенно. Вот, поэтому были несколько параметров. Вот поведенческая реакция, биохимия крови и вот этот вот, что я вам показываю, цитокин. Я не буду сильно комментировать отдельно, на отдельных занятиях с вами. Я это рассказываю. Я просто вам расскажу. Значит, крысы, которым давали пограничную воду, они не стали алкоголиками. В отличие от тех сыр, крыс, которым давали воду, из которых делают пограничную воду. И когда и крысы, другая группа, разделенная на две подгруппы, которые были алкоголиками, они через неделю на фоне пограничной воды перестали быть алкоголиками. А те, как остались. Проверено коралловцами. Мне надо будет сделать такую печать. Тяга. Тяга к алкоголю снижается на фоне пограничной воды резко. Точно так же, как и по линию. Следующий слайд, пожалуйста. А вот это, конечно, вот это тоже наша гордость. Дизентерию водой еще никто не лечит. Институт медицинской приматологии, Академии медицинских наук. У них случилось три года несчастья. Их макаки-резусы и зеленые мартышки. У них пошла дизентерия, причем не просто заболевание, а пандемия. Животные стали заболели, стали гибнуть. Они срочно приехали в институт пневмологии и микробиологии и норвались, в кавычках, за что я очень благодарен высшим силам, на тех людей, с которыми мы работали. Те, они приехали за двумя новейшими антибиотиками. Значит, мы, вернее, те люди сказали, что вот есть такой препарат с замечательным антивирусным действием, регенерацией, восстановлением иммунитета и всего-всего-всего, что я вам рассказал. Мы можем познакомиться. И я очень благодарен доктору медицинских наук, руководителю лаборатории, которая с удовольствием согласилась со мной встретиться. Все это было рассказано, и мы решили, что им будет дана еще пограничная вода, и на фоне этих двух антибиотиков будет даваться еще пограничная вода. И я даже не мечтал о том, что она уговорит директора института на фоне того, что животные гибнут, а обезьяны сейчас очень дорогие. Она уговорит его, чтобы он позволил организовать третью группу, которой будет давать только пограничную воду. И вот она мне звонит и говорит о результатах. Ну то, что на антибиотиках не все животные выжили, это понятно, в этом нет ничего видно. Антибиотики должны набрать концентрацию в организме, а времени для этого не было, потому что животные уже болели и уже погибали. Пограничная вода дала возможность этим антибиотикам набрать концентрацию и задавить дизентерин. Пожалуйста, следующий слайд. Каково же наше было удивление, что пограничная вода исцелила 100% животных. Вот это просто удивительно. Представляете? А вот эта обезьяна номер 10-94, у них нет имен, у них номера написанные на боку. Вот мне прислали ее фотографию. Она была в первой группе и уже не ела, не пила, просто лежала. И ассистенты говорят, ну что же, отнесем животное, оно же погибает. И вот эта женщина, доктор медицинских наук, настоящая исследователь, она говорит, нет, антибиотики очень дорогие, мы их купили, пограничную воду нам дали бесплатно, в третью группу, прыскайте. Хорошо, ей прыснули, пришли на следующий день, прыснули в рот, дозу которой была согласована. Она снова лежит. Опять ассистенты говорят, ну что мы мучим животного? Отнесем его, оно же погибает. Она опять им сказала, вы что, ее даже обездвиживать не надо. Прыскайте в рот, берите сачки и пойдем ловить других обезьян, обездвиживая. Пока они ловили других обезьян, вот здесь у нее такой гортанный говорок, она абхазская по национальности, она мне так говорит, но я повторить не могу. Она говорит, Сергей Евгеньевич, я поднимаю глаза, а эта обезьяна залезла на дерево и так нагло на меня смотрит. Животное выздоровело. Вот это еще, вы видите, процесс регенерации и восстановления. Это здоровье. А вот это жуткая вещь, на самом деле. Это онковирус СВ-40. У 61% больных онкологией, по данным Всемирной организации здравоохранения, в крови обнаруживается этот вирус. Этот вирус попал человеку от зеленых мартышек, когда в 30-х годах американцы разработали средство, жидкое средство от полиомиелита, выращивали ее на сыровки из печени, из почек зеленых мартышек и не посмотрели на этот вирус. Он попал, был введен человеку. Сначала одна страна вакцинировала половину человечества, потом вторая страна вакцинировала вторую половину человечества, и он начал жить своей жизнью. В 60-х годах разобрались. Сейчас вакцина с этой точки зрения безопасна, но по американским данным 35% человечества заражены этим вирусом. По данным российских ученых 30%. Мы в своих исследованиях просто посмотрели старшее поколение, которое могло быть вакцинировано этим вакциной, и молодое, которое точно не могло не у тех, у тех был бы 25% этого вируса. Вирус очень коварный, относится к он к вирусам. Так вот, в Институте эпидемиологии и микробиологии было показано о том, что при индивидуальном подборе и сопровождении больных 100% результаты освобождения от этого вируса. Когда узнали в институте медицинской предматологии, а там обезьяны, обезьяны, точно хотя бы разом кусали, а он очень коварный, он передается через слюну, через кровь, через экскременты. Поэтому, и все зависит от того, насколько, как резистен организм к нему. Папа с мамой могут не болеть этим, иметь этого вируса ребенок может болеть. Все, вот, он этим коварен очень. И здесь иметь этот вирус. Поэтому, когда они узнали, там сразу выставилась очередь никто не хотел идти в контрольную группу, все хотели в опытную группу. И были проведены исследования на добровольцах и на обезьянах. Эти исследования были проведены независимо от нас, мы их не участвовали только в написании программы. Оказалось, что без индивидуального сопровождения эффективность освобождения от этого вируса у людей 88%. То есть, ну как, ну, после этого мы стали говорить, пограничная вода сохраняет вам здоровье. Это замечательное средство профилактики онкозаболеваний. Если они имеют вирусное происхождение, если это канцерогенные вещества, то еще лучше, потому что она их нейтрализует, в том числе и радикалы. А это вот, это исследования, которые были проведены Виктором Абрамовичем, Зоевым, академиком из-за эпидемиологии и микробиологии, который открыл... Это слева срез головного мозга больного рассеяния склерозом, видите, как из автомата Калашникова он прострелян. Справа это мозг человека, который ушел в жизни, но мозг у него был здоров. Вот эти вот точечки, темненькие, это нейроны головного мозга. Следующий слайд. А это вот срез головного мозга двух людей, молодого и пожилого, которые погибли в катастрофе. Вы видите, легко отличить, где молодой, где пожилой. По количеству, по концентрации вот этих вот нейронов. Следующий слайд. Так что установил Виктор Абрамович Зоев? Он установил, что когда кончается программа Ростен, а это третья жизнь любого теплокровного, будь то мышь, крыс, обезьяны, кошка или человек, в его крови появляются короткие очень белочки, которых он назвал фактор старения, которые вызывают безудержное деление глиальной ткани, которые поддерживают в головном мозге капилляры, астроциты и нейроны. Они отрывают ткани глии, астроциты от капилляра или нейрон от астроцита, и нейрон гибнет. Вот недостатка вещества для жизнедеятельности. Клетки головного мозга регенерируют. К сожалению, скорость их регенерации меньше, чем скорость работы программы старения по их уничтожению. У программы старения, она менее известна, чем программа роста, две задачи. Первая вывести на максимальный функциональный уровень, это 30-36 лет человеку, когда он должен дать потомство. А вторая ее задача, чтобы живой организм ушел из жизни. Вот здесь у нее 100% результат. И действует она, как все в природе, очень рационально. Надо вывести управляющую систему. Головной мозг, головной мозг выведен из строя, дальше можно не заботиться, человек уйдет из жизни. Болел, не болел, это не важно. И вот Виктор Абрам Зуев это показал, следующий слайд. Это мыши. И вот видите, с возрастом рост этого фактора старения у них, видите, на уровне 18 месяцев максимальное количество этого фактора старения, а дальше снижается. Все, по 18 месяцам мозг мыши разрушен. Какой смысл дальше генерировать, продуцировать этот фактор старения? Он уже не нужен, поэтому его количество снижается. Следующий слайд. А это, к сожалению, мы с вами. Характер кривой то же самое. И вот были проведены исследования совместно в лаборатории Виктор Абрамовича Зуева, когда брались мыши. Три года шли исследования. Сначала на мышах, мы о них не говорили, потом снова на мышах и на добровольцах. Следующий слайд. И вот получилось следующее. Что если молодым мышатам, начиная с двухмесячного возраста, начинают давать пограничную воду, то у них фактор старения не растет. Он у них, вот видите, зелененькое, он у них остается на том же уровне, как у молодых. Он вообще не обнаруживается, вернее, его увеличение. Есть еще в этом деле Виктор Абрамович установил очень коварные действия этого фактора старения. Если молодой двухмесячной мыши ввести плазму крови или выживку из головного мозга 18-месячной мыши, старая мышь, то к 6-месяцам она станет старее старой. По всем показателям. По детородам, по состоянию шерсти, потоксу, энергии. По всем, по всем, по всем. То есть организм там вообще не может сопротивляться. Следующий слайд. Так вот, это называется искусственное старение. Так вот, оказалось, что синее – это искусственное старение в 6 месяцев этой мыши, а зелененькое – это опять же на фоне приема пограничной воды. Там всего лишь, в этом ужасном с точки зрения биологии случае, всего лишь было увеличение где-то на 10-15% этого фактора старения. После этого был сделан нами вывод о том, что пограничная вода замедляет, резко замедляет работу программы старения, давая возможность организму восстанавливать нейроны головного мозга. То есть скорость изгибели становится меньше, чем скорость их регенерации. Это такое пока не получено даже геноинженерным методом. И здесь произошел, конечно, уникальный случай. Ну, по животным. По животным. Значит, пироплазмоз, я вот об этом не сказал. Ирина Васильевна, это как фамилия директора кораллового клуба? А, Столярова Зинаида. Она прислала данные, результаты по животным, по собаке. 14 лет, кокерспании, директор кораллового клуба Столярова Зинаида. Значит, укусил клещ, животное уходило из жизни, тем более пожилое, на фоне пограничной воды и тех доз, которые были им прописаны, оно выздоровело. Удивительный случай. А вот второе, это цыганкова Наталья. Что произошло? Она полтора года ухаживала за своим племянником, который сиротан, который родился без одного полушария головного мозга, киста заменял. Родители предлагали даже не брать его из роддома, тем не менее, они взяли, но вот они ушли из жизни, он остался сиротой, и вот она за ним следила. То есть человек жил, ходил на работу с одним полушарием. Но случилось непредвиденное, была у него очень серьезная черепно-мозговая травма, и эта киста начала расти. Но более того, там пропили ему черепную коробку, там пошло воспаление. Было семь операций по отсасыванию. Ну там, вот она как она за ним ухаживала, это просто удивительный человек, и надо ей просто поклон, человеческий поклон дать. Вот. Было использовано клеточное питание, короче, этот процесс задавили. И когда в Коралловом клубе появилась пограничная вода, они стали давать пограничную воду. Результат фантастический, даже для нас, которые мы привыкли к действию пограничной воды. Второе полушарие регенерировало. Регенерировало. Это показало МРТ. Представляете, это не просто что-то, чего-то. Это показало МРТ. Вот эти результаты мне присланы, мы сейчас будем анализировать скурпулезным образом. И, конечно, мы их опубликуем. Это показывает... Мы надеялись, что произойдет регенерация клеток печени, произойдет регенерация почки. Мы рассчитывали на это, потому что серьезные специалисты, с которыми мы работали, они разобрали, что механизмы действия пограничной воды, она говорит, это потрясающие возможности для регенерации организма. На что отсутствующая с рождения часть полушария головного мозга, это, конечно, фантастически для нас. Следующий слайд, пожалуйста. Так, глаза. Исключительно благодарность Коралловому клубу и Ольге Алексеевне Бутаковой. Это просто фантастика с тобой произошла. Мне раньше писали о том, что зрение восстанавливается. А тут произошел уникальный случай. Вообще, как я попал в Коралловый клуб? Татьяна Николаевна Мушарова из Новосибирска, врач, с которым мы очень давно работаем, дала Гурееву Андрею, который стал золотым директором, и которого награждали. Он почему-то... Мастер. А, маг, мастер, золотый мастер, прошу прощения, конечно. Значит, она дала ему упаковочку пограничной воды, он не стал ее применять, отдал своему брату Сергею, а Сергей не стал ее применять внутрь, как написано в инструкции, а стал прозвать в глаза. И у него восстановилось зрение. Фантастика. Как-то... Ну, ничего не случайного. Когда об этом узнал Казар, он попросил организовать встречу со мной. Вот с тех пор и наши сотрудничества с Коралловым клубом. Так вот, когда об этом узнала Ольга Алексеевна Бутакова, она встретилась со мной, а ведь поговорили мы с ней, а она, да это два года назад, поехала в Тунис, и там было примерно 100 коралловцев. И вот, по сути дела, в закрытом... Ну, люди никуда не ходили, жили в одном отеле, по сути, в амбулаторных условиях. Все брызгали в глаза. И писали, и говорили Ольге Алексеевне, что происходит. Зрение восстановилось у многих. После этого, когда она приехала, позвонила мне, назначенную встречу, она пришла с двумя офтальмологами, которые сказали, вот они испытают в вашу пограничную воду в нормальных условиях. Оказалось следующее, что если у человека спазм аккомодации глазной мышцы, если у него нарушение плотности в глазном ябре, в жидкости главного яблока, и ломается коэффициент преломления, пограничная вода работает, ну, с точки зрения физики, совершенно нормальным образом. Восстанавливает все это дело, нормализует, снимает спазм. Поэтому человек садится перед рефрактометром, не перед таблицей, а перед рефрактометром садится. Ему установлено, выявляется зрение, закапывается по одному капельте пограничной водой, и через пять минут снова на рефрактометре. Если зрение улучшилось, у человека появляется возможность за месяц на полторы-две с половиной геоптрии восстановить зрение. Мне много писали про катаракту, но я, человек осторожный очень, я им писал, вышлите, пожалуйста, копию записи из больничной книги. Вот, люди приходили, в том числе и коралловцы, просили, им не давали, потому что врачи говорили, знаете, о Маши и Близ, может быть, у вас и не было катаракты. Люди же начали закапывать глаза. И вот сейчас я очень благодарен, я познакомился с коралловой, с директором кораллового клуба из Минска. Она сказала, что у ее родственницы прошла катаракта. И она может выставить все результаты, потому что автомологом работает ее крат. Ну уж крат, выжили все результаты. Поэтому, огромное спасибо вам, уважаемые коралловцы, огромное спасибо Ольге Алексеевне Бутаковой. И сейчас глаза, это фишка кораллового клуба. Так, теперь стройность. Пожалуйста, специально не акцентируйте на этом внимание людей, с которыми вы работаете. Более того, дорогие и милые женщины, у вас не всегда вы реально оцениваете, что вам надо сбрасывать вес, что он у вас избыточный. Уж поверьте нам, мужчины. Но, коль скоро этот избыточный вес вызван нарушением обменных процессов, то есть большая вероятность, что он пойдет на снижение в месяц. 3, 6, 9 килограмм без всякой диеты уходят. Этому есть примеры. Но, пожалуйста, еще раз попрошу, не акцентируйтесь на этом. Это происходит в том случае, если он вызван именно нарушением обменных процессов. И здесь у нас есть пример. Точно так же из кораллового клуба. Я назову просто имя этого директора. Это Света. она где-то за 6-7 месяцев уменьшила на 4 размера. Вот и все. Замечательный результат. Следующий, пожалуйста. Все. Что получается? На фоне пограничной воды, приема пограничной воды, мужчины слоу не сводят с вас горящий глаз. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Акваджик, продукция кораллового клуба, программа кораллового клуба. И что? И после этого, после этого, если кто-то будет говорить, что у него проблемы со здоровьем, то тогда напомните ему, пожалуйста, вот этот слайд. Пожалуйста. Вот у нее, у нее, по-настоящему проблемы со здоровьем. А у этих людей, пожалуйста, следующий слайд. В коралловом клубе это просто временные неудобства. Следующий слайд. Ну, согласны с этим товарищем? Я просто хочу сказать и добавить. Не забудьте, пожалуйста, про клеточное питание. Следующий слайд. А вот теперь я напоминаю, мой сайт avoda.info и мой e-mail avodasobakamani.ru Пожалуйста, пишите. Прошу вас, не сочтите за труд. Мне нужна обратная связь от вас с вашими вопросами, замечаниями, особенно с вашими результатами, потому что через некоторое время они становятся достояниями других людей. Спасибо за внимание. спасибо, спасибо. У нас мало времени, переходим к ответам на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК МОЕГО ДОКЛАДА Какой смысл закапывать пограничную воду в нос? Можно ли только на воду? Смысл следующий. Когда вы впрыскаете воду в нос, то у вас восстанавливаются и очень быстро подкоркиваются в центре головного мозга происходит согласование биоритмов по фазе, центральная нервная система, вегетативная нервная система, эндокринная нервная система, сердце, легкие и стенки сосудов уходят с пазма. Когда вы принимаете внутрь, у вас прежде всего кровь и внутренние органы. Поэтому в инструкции написано две формы приема, если не сказано иначе. И здесь я хочу сказать, кто мне напишет на мой e-mail, тот получит в ответ новую инструкцию, которую я согласованно сказывал, новая рекомендация по приему воды с клеточным питанием. И вот эти вот два слайда, это диплом и вот эту вот выжимку из моей статьи, которая в журнале, которая называется «Ученые мира». Это будет для вас материал для работы. Да, вот сюда вот складываем. Значит, померили ОВП пограничной воды. Молодцы, не пожалели флакончики. Написано должно быть минимум 150 милливольт. Откуда это взятое, я не знаю. Там плюс 160. Вы поймите, пограничная вода это уникальный продукт. И там PH и ОВП развязаны с этими физическими параметрами. Развязаны. Они никак не характеризуют. И мы должны, и мы поэтому ввели такое понятие, как обосчисленные электроны. И более того, значит, в Коралловом клубе пограничная вода с пониженным ОВП. Потому что, когда мы стали ее получать, очень мало воды, из которых можно получить пограничную воду, выделить пограничную воду с пониженным ОВП. В основном, получается с обыкновенным плюсовым ОВП в районе обычной воды. И так как внутри организма ОВП понижен, окислительно восстановить потенциал, мы подумали, что скорее всего это недостаток нашей технологии и нужно брать воду с пониженным ОВП. И она проходила все исследования в медицинских учреждениях. Но каково было наше удивление, когда на независимых исследованиях в институте вакцины СИВР Академии медицинских наук мы не дали и пограничную воду с положительным ОВП, то ее действие на вирус Герпеса оказалось в 10 раз выше, чем пограничная вода с отрицательным ОВП. Но там количество совершенно минимальный. Микропипеток вы просто не найдете. Поэтому вот в Коралловом клубе вода только с пониженным ОВП. Но не обязательно должен быть отрицательным. Можно ли давать пограничную воду детям и в каких дозах? Все наши исследования показывают, что пограничная вода это прежде всего для детей, для беременных и для пожилых людей. Хотя в Коралловом клубе существуют мифы, что пожилым людям почему-то давать ее нельзя. Но опять же, это я на недостаток информации списываю. Но ситуация такая. Последние капли, когда мы сказали, что детям не давать, беремененем не давать, было следующее. Мальчик 9 лет, каждую неделю приступ астмы. Приступ астмы это нарушение системы выведения. Организм почему-то решает, что отработанные вещества лучше ему выбрасывать через носоклодку, чем через печень и почки. Врач, с которым с ним работал, прописал одну капельку на язык. Недели нет приступа. Вторую неделю, третью нет. И мама решает, как всегда, бывает в этих случаях, о том, что, ну, помогая, значит, надо лечить, прыснула им уровень и кислитных реакций сразу резко. Возрослый не было за это время, за три недели на такой дозе, одна капелька на язык, восстановлена система выведения, и организм занесся своим любимым делом. Он это выбрасывает через кожу или через носоглотку, близко пасту. Она звонит в панике, мы начали принимать пограничную воду и смотреть, что происходит. Ну, врач-то был опытный, уже не раз проходил это дело. Сколько брызнули? Такое-то количество. Все, звонят мне. Мы собрались и сказали, детям и беременным не применять. Если уж совсем плохо маленькому ребеночку, и он маленький, на пупочек три-четыре раза втираете в пупочную ямку, минут через сорок на полградуса, на градус температура упадет. И поверьте, не надо работать с детьми, не надо работать с беременными. Работайте со здоровьем взрослого населения, ну, примерно с десяти лет. Потому что выскочит в прыщик, к вам прибегут и скажут на фоне пограничной воды. Проверим. Самое, конечно, было такое суровое, когда мне позвонили и сказали у женщины, что у нее на фоне приема пограничной воды активировался вирус бешенства. Ну, это класс просто был. Ну, так, можно ли давать на рожденную? Носит так. Так, я уже ответил, я уже ответил. В каком возрасте нужно давать, с десяти лет, сколько, сколько флаконов можно принимать без перерыва. Так, значит, смотрите, и каковы пограничная вода и костная система. Значит, пограничной воде нет привыкания, потому что это вода, нет привыкания. Поэтому, ну, как сказал Казар, после того, как мы много раз с ним встречались, он смотрел материалы наших исследований, я ему много рассказывал, он сказал, замечательно, пограничная вода в Коралловом клубе должна стать продуктом ежедневного применения. Ну, это действительно так, я с ним полностью согласен. Вот, если вы начинаете забывать принимать пограничную воду, можете сделать первый в там месяц, полтора месяца. Значит, шесть дней принимать на седьмой обязательно выходной. Надо дать организму релаксацию. Вот, теперь, что произойдет, если организм начнет работать с хроническим заболеванием и вы прекратите прием пограничной воды? Произойдет следующее. Значит, хронический процесс он в организме как бы законсервирован, то есть, по-настоящему законсервирован. И организм никогда не приступит к работе с хроническими патологиями до тех пор, пока он не убедится, что каждый день он получает энергию, получает питание, клеточное питание, получает пограничную воду и этой энергии, которая в результате вырабатывается в нем, ему будет достаточно для работы с этой патологией. Когда он в этом убедится, он запустит процессы. И вот здесь важно не переборщивать, иначе вы вспомните всю свою бурную молодость. Если вы почувствовали, что организм заработал по субъективным причинам, что он начал принимать, пожалуйста, на два денька прекратите прием препарата, а потом доза в два раза меньше и потихонечку выходите на эту дозу. И все будет у вас нормально. Так вот, если вы, когда он начал работать, прекратите прием пограничной воды, ничего не произойдет. Организм снова законсервирует эту патологию. Но, единственное но, он потеряет к вам доверие. И чтобы потом он снова обратился к этой патологии, должно пройти огромное количество времени, чтобы он снова убедиться, что будет приходить эта энергия. Организм помнит все. формулы у человека всегда вскакивают на одном и том же месте. Теперь, еще вас предупреждаю, на фоне пограничной воды, на фоне у тех, у кого гипоксия, а это 4 человека из 5, может начаться колебаться давление. Как мы с этим, это немного, это небольшой процент, в основном это пожилые люди. Вот, у них сильнейшая гипоксия, как правило. Это, в этом нет ничего удивительного, и это объяснение. Это объяснили нам в институте медико-биологических исследований. Это больше институт космической медицины. Это синдром американской космонавтики. Когда здоровые астронавты, парни с Америки, входили в кабину космического корабля, то у них начинало колебаться давление. 130, 140, 150. Почему оно происходило? У них там 100% кислородная атмосфера. Организму не нужно много кислорода. Ему ровно нужно настолько, насколько у него сейчас идут обменные процессы и окислительные процессы. Поэтому, когда приходит много кислорода, что он делает? Он берет, он знает, что это приносится кровью, он пережимает куриносливые сосуды. Ну, пережмите шланг, по которому течет вода, побегут скачки давления. Точно так же и здесь. Он же не знает, что это обобщественные электроны, и что это работа пограничной воды. Он возьмет вам и пережмет сосуды, потому что ему вот как раз это биологический и биохимический процесс. Ему нужно время для того, чтобы набрать обороты. И вот здесь если пожилой человек, то очень просто тонометром у него нужно мерить и действовать очень-очень аккуратно. Вот инструкцию, которую я вам вышлю, если вы мне напишите, ее просто нужно разделить на два. Начинать не с трех спрысков, а с одного и не три не опрыскать, а четыре, пять, потихонечку. Вы увидели, что у него не скачет давление, дальше наращивайте дозу. Пожилой человек расцветет. Теперь заболевание опорно-двигательной системы. В организме есть четкая система приоритетов. На первой десятке, даже в первой двадцатке те заболевания органов и систем, выход из строя которых ведет к неминуемой гибели организма. Он или система придерживается железной. Опорно-двигательной заболевания опорно-двигательной системы не относятся. Он ее даже не рассматривает, что она представляет ему угрозу для здоровья. Поэтому обращается он к ней в последнюю очередь. Но тем не менее обращается. У женщины, которая принимала пограничную воду два года, к концу второго года скрюченные пальцы распрямились, рука стала снова двигаться. И так вот все эти вещи. То есть когда он сделает в организме все, что считает нужным с точки зрения безопасности, он будет тогда вычищать все. зубы. Дорогие друзья, вопросов поступило много. Я читал интересные вопросы. Вы записали. Те, кто присылал записки, Сергей выставил который очень интересный, вырастут для зуба после этого. Вот эти все вопросы Сергей Евгеньевич заберет с собой, а вы помните, вы записали его e-mail и адрес, напишите, что я автор такого-то вопроса, он вам ответит. Спасибо большое, но мы поступим гораздо проще, я эти все вопросы на них отвечу, и кто мне напишет на мои e-mail, я ему вышлю вопросы с ответами этого дела. Самое главное, помните, пожалуйста, помните, пограничная вода это не лекарство, пограничная вода не лечит, она создает условия для выздоровления, именно выздоровления, поэтому не пренебрегайте клеточным питанием, оно обязательно при применении пограничной воды. И можете смело использовать другие все методики, которые есть в коралловом клубе, только если это методики, например, как применение коры муравьиного дерева через час. Так, и еще, последний миф, пограничную воду надо возить с собой в холодильнике. Значит, пограничная вода, если не вскрыт флакончик, ее можете совершенно спокойно перевозить, совершенно спокойно, совершенно спокойно пропускать через сканирующее устройство в аэропортах. Просто, когда приехали на ночь, снова поставьте ее в холодильник. Почему? Потому что бровнское движение очень сильно зависит от температуры, а она разрушает водяной кристалл, каким является пограничная вода. И далее, если вы вскрыли флакончик, и он все время у вас хранится в холодильнике, пожалуйста, используйте его за 14 дней. Если вы его берете с собой на работу, а вечером кладете в холодильник за 8 дней. Почему? Потому что, если вы обратили внимание, пограничная вода во флакончике налита под завязку, чтобы не было свободной поверхности. На свободной поверхности совершенно другие гидродинамические законы. И с нее, когда она образовалась, происходит разрушение пограничной воды, опять же, как псевдокристаллы водяного. Ну вот и все. Спасибо вам огромное, дорогие мои. Производится это у нас в России, не в Канаде. Возможно, будет производиться и в Канаде. Не волнуйтесь. Далее, по сердечно-сосудистым заболеваниям. Произошел просто, опять же, удивительный случай. Вот нашу работу с пограничной водой сопровождают случайности, но я думаю, это не случайности. Меня познакомили с художником из Питера, с очень уважаемым в Питере художником, и попросили его протестировать. Я протестировал. У него экстрамоносистолия. На 300 ударов больше 159. Вот паразитных сокращений. Экстрасистол. Я ему сказал, вот так расписал, как принимать пограничную воду, и он пропал. Появился через 4 месяца. Я снова протестировал его, смотрю, а у него ни одной экстрасистолы. Я его тут же спросил, а как вы принимали? Он мне говорит, только на воду делал. Я говорю, ну я же вам прописал делать на воду, и столько-то впрысков в нос. Я говорю, ну как творческий человек, творческий. Ну скажите, почему вы стали применять только на воду? Он говорит, а я не знаю. Ну, художники. Так вот, таким вот образом мы выявили, что применение пограничной воды только на воду, человеком, у которого аритмия, аритмия, она уходит. Это проверили. Этим очень заинтересовался кардиологический центр имени Баблева. Так что, если у человека аритмия, а проверить это очень просто, только не надо делать электрокардиограмму, делать эфокардиограмму, то на воду, начиная с трех впрысков и доведя до инструкции, и очень большая вероятность того, что человек будет здоров, его сердечная система будет здорова. Ну, а теперь все. Огромное вам спасибо. Спасибо, караборцы. Спасибо организаторам. Отдельная благодарность для Сергея Анатольевна, для организации нашей прекрасной встречи. Пишите, будем на связи. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, в память о нашей встрече мы любим Сергею Ильичу оставил украинский такой колорит, но он будет помнить всегда, что эта встреча состоялась в Киеве, здесь у нас. И от вашего имени еще раз разрешите поблагодарить Сергею Ильичу. Я был в очень многих городах и странах доброжелательней, чем люди на Украине, я не встречал. А ведь эта энергия ваша передается мне, является символом для дальнейших исследований. Еще раз огромное вам спасибо и низкий поклон. Субтитры создавал DimaTorzok